МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа новости дня. Корреспонденты ОРТ готовы рассказать о самых заметных событиях в городе-области. В студии Татьяна Штылер. И вот некоторые темы выпуска. Вакцинация, гивель детей на воде, природные пожары. Самые актуальные проблемы региона обсуждают в правительстве области. Трагедия на железной дороге. Как дойти на дачу или домой и не попасть под поезд или колеса автомобиля? Земля есть, дом построен, но жить нельзя. Многодетные семьи добиваются коммуникации к своим домам. Цены на ПЦР-тесты растут. С чем это связано и как об этом? Обосновано, выясняет антимонопольная служба. Выставка уникальных работ из Японии. Фотографии ручной работы на экологичной бумаге. Уголовное дело за жестокое обращение с животным. Немецкую овчарку сбросили с девятого этажа. И начнем с официальных новостей. Беременные женщины должны оставаться дома вне зависимости от срока. Перевести на режим самоизоляции будущих мам такое решение приняли сегодня на очередном заседании правительства области. Соответствующие изменения по распоряжению губернатора будут внесены в ближайший указ по противодействию распространения коронавируса. На заседании областного правительства говорили не только о ситуации с ковидом в регионе. Еще одна волнующая тема – гибель детей на водоемах Оренбуржья. С приходом лета количество трагических случаев гибели оренбуржцев во время отдыха на водоемах учащаются. С началом года, по данным МЧС, уже зарегистрировано 38 происшествий на воде. 33 – утонувших. Тела остальных пока не найдены. Пугает и количество погибших детей – 11. Как правило, это подростки. Все случаи гибели произошли на несанкционированных местах купания. В четырех случаях дети были с родителями. Тепло и дорог, конечно же, понятно, будет идти к воде. Активизируйтесь. Через две недели еще раз вернемся, посмотрим, как работают комиссии. Ну и подскажем, где у нас какие территории проваливаются. Не менее важная тема – ситуация с коронавирусом. Глава Минздрава области Татьяна Савинова еще раз говорит – сложная обстановка на сегодня складывается на востоке региона. В больнице Орска на помощь местным медикам направлены доктора из областного центра, а также сотрудники регионального Минздрава для организации работы и оказания помощи населению. Беспокойство вызывает и темп вакцинации в ряде муниципалитетов. А ситуация с новым штаммом коронавируса диктует принятие более жестких мер. Они касаются беременных женщин. Беременность в эту волну – это чрезвычайно отягощающий фактор ковид для беременности. Поэтому все, что связано с беременными, они должны сидеть дома. Пожалуйста, разъясняйте это своему населению. Если вы работаете с работодателями, всех беременных надо посадить по домам. Вне зависимости от того, насколько они нужны вам в производственном процессе. В региональном Минздраве говорят, по вакцинированным в области приблизились к отметке в 400 тысяч. Привито 43% оренбургцев. За последнюю неделю в России привито почти 500 тысяч человек. В лидерах Москва и Московская область. Самарский регион на 9-м месте. Саратовский на 18-м. Оренбургская область в списке на 25-й строчке. Наталья Мороз, Одесов-Горбунов. Новости дня. И теперь к новым данным по коронавирусу в регионе. 275 положительных тестов за последние сутки. Опасная инфекция унесла жизни четырех оренбуржцев. С начала пандемии с диагнозом COVID-19 умерли уже 1160 жителей области. Общее число выявленных случаев заражения 50 821. Преодолели болезнь и закрыли во вторник больничные листы 118 человек. К другим темам. Смерть на железнодорожном пути. К нам в редакцию обратились жители микрорайона «Авиагородок». По их словам, вот уже почти 20 лет они обращаются в различные инстанции и борются за собственную безопасность. Ведь единственный переход к остановке, с которой можно уехать в центр Оренбурга, лежит через рельсы. И накануне такой небезопасный переход стоил жизни оренбуржца. О трагедии здесь напоминают свежие пятна крови и венок. Вот только поток людей, которые ежедневно проходят по путям на работу и домой, от такой картины не снизился. По словам людей, это единственный способ попасть на другую сторону железнодорожного полотна. На заднем плане авиадук. То есть, по идее, как бы он предполагает переход по нему, да. Но ступеньки, которые ведут к этому авиадуку, давно разрушены и находятся в ужасном состоянии. Город их также ремонтировать не хочет, он предполагает о них просто забыть. Да и плюс по этим ступенькам, так как высота ведуга очень высока, невозможно подняться ни инвалиду, ни просто взрослому человеку, а уж маме с коляской. Тем более, не представляется это возможным. Люди неоднократно обращались в администрацию города и управление железнодорожными путями. Просили сделать светофор для пешеходов, который бы сигнализировал о приближении поезда. Однако, по словам жителей микрорайона и ближайших СНТ, ответ один – денег нет. Появится ли светофор после гибели человека? Смотрите в ближайших выпусках новостей. Материал готовится к эфиру. Дом есть, а воды и газа нет. В редакцию РТ обратилась семья Куликовых. В 2014 году они получили земельный участок в селе Паника. Там начали строить дом, но жить в нем не могут. К участку до сих пор не подведены коммуникации. По российскому законодательству это обязанность администрации муниципалитета. С этой проблемой столкнулись и многие другие семьи. В ситуации разбиралась Мария Фирсова. В семье Куликовых шесть человек. Сейчас они живут в старом доме площадью 40 квадратных метров. Места не хватает, но приходится мириться с условиями. Здесь у нас зал. Такой, как зарисованный из этого. Ребенок третий занимается у нас музыкой. Также дети у нас ходят на танцы. Здесь у них небольшая спальня. Как могли, так сделали. При этом семья уже могла бы жить в просторном доме площадью 120 квадратных метров в селе Паника. Участок Куликовы получили еще в 2014 году. Построили дом, вложили в стройку деньги, силы, помогали и родственники. Но уже 2021 год, а возможности переехать так и нет. К участкам до сих пор не проведены коммуникации. Нет ни электричества, ни воды, ни газа. Вот сколько лет уже стоит, просто обидно, что уже начинают местные разбирать. То есть у нас там был наверху лес, растаскивают лес. Стоял у нас мини-вагончик, то есть где мы сами строили, как-то оберегали, охраняли. Вагончик начали разбирать, половину разобрали, пришлось самим приехать, вывезти его. Дом Куликовых почти достроен. А некоторые люди стройку начали, но завершать в таких условиях не спешат. На этом месте мог быть построен дом, но из-за отсутствия коммуникаций строительство остановилось на стадии фундамента. И такой ситуации оказались более 200 семей. Семья в Драхмановых исключение из правил. Их дом достроен. Около пяти лет назад в строительство они вложили все деньги, материнский капитал. Планировали перевезти туда престарелых родителей и детей. Но сын уже успел отслужить в армии, а дом все так же стоит. Никаких шевелений нет. Даже сами не знаем, как провести свет. Через деревню не разрешают. Без света здесь ничего не сделали. Все деньги туда вложили. И за эти деньги можно было квартиру купить, по идее. Так посреди поля стоят только два дома. Хотя здесь мог быть новый микрорайон. По словам главы Пугачевского сельсовета, проблема в бюджете. Денег не хватает. Когда их выделяют, тогда и начинается работа. Например, газификация планируется в следующем году. На данный момент получено положительное заключение по строительству электросетей в госэкспертизе. Сейчас находится в госэкспертизе проект на канализацию. И на следующий год мы в программе стоим по газоснабжению. Нам будут делать облгаз. Как бы обещают на следующий год делать газ. Строительство электросетей пока еще денежные средства не выделяются. Семьи к таким прогнозам относятся скептически. Но ничего, кроме как поверить в то, что когда-нибудь в их домах появится голубое топливо и сгорится лампочка, не остается. Мария Фирсова, Семен Воробьев. Новости дня. Сейчас прервемся и вот что будет в нашей программе дальше. Цены на ПЦР-тесты растут. С чем это связано и как обосновано? Выясняет антимонопольная служба. Выставка уникальных работ из Японии. Фотографии ручной работы на экологичной бумаге. Уголовное дело за жестокое обращение с животным. Немецкую овчарку сбросили с девятого этажа. Это новости дня. Мы продолжаем. Россиянам отказывают в приеме на работу по причине отсутствия прививок. С такой проблемой столкнулся каждый девятый соискатель. Данные публикует сервис по поиску работы. В опросе приняли участие 1600 работоспособных россиян из разных регионов. При этом отсутствие прививки никак не повлияло на трудоустройство 73% опрошенных, отмечают аналитики. В Москве, где власти обязали вакцинировать 60% сотрудников некоторых сфер деятельности, с такой проблемой столкнулись 15% опрошенных. В Санкт-Петербурге 9%, в других регионах в среднем порядка 10%, следует из данных опроса. Отмечается, что большинство из тех, кто встречался с отказом из-за нежелания вакцинироваться, имели зарплату до 50 тысяч рублей. Среди высокооплачиваемых работников с подобным столкнулись всего 10% респондентов. В России около трети регионов ввели обязательную вакцинацию определенных групп граждан. Ранее сообщалось, что только 10% россиян готовы уволиться, если на работе будут настаивать на вакцинации. И теперь к ситуации на валютном рынке. Актуальные данные Центробанка на вашем экране. Дорожают или нет? Ценные на ПЦР-тесты заинтересовали специалистов Федеральной антимонопольной службы. Поводом для проверки стали многочисленные обращения россиян. В жалобах люди сообщают, что стоимость различных анализов существенно выросла. По данным статистики, за последнюю неделю наблюдается рост желающих сдать анализы. Число заказов на ПЦР-тесты увеличилось на 40%. А количество проверок на антитела и вовсе в некоторых регионах в два и более раз. Это связано с тем, что на отдыхе или массовых мероприятиях требуют документы об отсутствии заболевания. А вакцинироваться пока решаются не все. На фоне этого лаборатории заявляют о задержках результатов. Эксперты же и вовсе прогнозируют дальнейший рост стоимости этих услуг. Специалисты антимонопольной службы уже направили запросы в медорганизации для получения подробной информации. Проверка ведомства должна ответить на два вопроса. Законно ли повышение цен и есть ли экономическая обоснованность такого подорожания. Увидеть Японию не покидая Оренбург. В выставочном зале Музея изобразительных искусств новая экспозиция. Работы фотохудожников из страны восходящего солнца. На открытии выставки побывали Маляка Джумалиева и Владислав Горбунов. Сакура, кимоно, гора Фудзияма. Символы Японии, какими их видят сами жители страны восходящего солнца, сегодня в выставочном зале Музея ИЗО. Пейзажи, натюрморты, портреты – все работы напечатаны на уникальной бумаге в оси, которая изготавливается из риса, пшеницы, бамбука и тутового волокна. Бумага ведет себя удивительно на свету, потому что она не доцветает на протяжении многих сотен лет. На картинах нет никакой механической обработки, это все ручная работа. Бумага может сохранять свои свойства от 500 лет до 1000 лет. Уникальные свойства уже проверены временем. Технологии более 1000 лет. Мастерство передается из поколения в поколение. Из этой бумаги делают даже одежду. И именно в подобном кимоно люди молятся богам. За оригинальной подачей фотографий немало внимания и содержанию работ. В каждом кадре особый восточный колорит, который бывает сложно описать на русском языке. Но иногда все понятно и без слов. У них немножко такое другое мировое ощущение, такое какое-то космическое. Они в каждом цветке видят космос или там в горах. Это действительно другое какое-то мировое ощущение. Поэтому выставка потрясающая, конечно. Есть чем поучиться, есть что посмотреть. Идея выставки возникла два года назад. В Оренбургском музее ИЗУ уже не впервые приобщают зрителей к японской культуре. В этот раз фотохудожники и сами загорелись идеей посетить далекий город на стыке Европы и Азии. Более года переписки с японскими коллегами, несмотря на ограничительные меры, идею удалось воплотить в жизнь. Думаю, что этот выставочный проект станет ярким свидетельством того, насколько культура может с ним решать порой намного лучше каких-то политических, дипломатических приемов и снимать границы между государствами. Выставка продлится до 15 августа. И все это время гости из Японии проведут в Оренбурге. Им предстоит большая работа – запечатлеть красоты нашего региона, его природу и местных жителей. А результатом станет выставка, которую японские фотохудожники покажут своим соотечественникам на родине. Малика Джумалеева, Владислав Горбунов, Новости дня. Уголовная статья и лишение свободы за жестокое обращение с животным. В отношении жительницы Оренбурга возбуждено уголовное дело. Женщине грозит наказание за то, что выбросила собаку с девятого этажа. Напомним, трагедия произошла в июне на улице Донковцево в областном центре. На 47-летнюю жительницу Оренбурга возбуждено уголовное дело. За жестокое обращение с животными ей грозит до трех лет лишения свободы. Трагедия произошла 22 июня. Тогда очевидцами стали сразу несколько человек. Люди обратились в редакцию ОРТ. После нашего сюжета и заявлений жильцов правоохранители инициировали проверку. Экспертиза установила, что животное погибло от падения с высоты практически мгновенно. При падении она получила множество переломов и повреждений. Но это не единственный случай в Оренбургской области. За жестокое обращение с животными в судах Грачевского и Октябрьского районов рассматривают два аналогичных дела. Причем в одном из них бездомного пса выбросили с балкона второго этажа. И о спорте. В минувшие выходные в Оренбурге состоялся легкоатлетический забег «Белые ночи». В мероприятии приняли участие несколько десятков поклонников здорового образа жизни. Открытая тренировка спортсменов-любителей прошла на городской набережной. Дистанция 10 километров. Не слишком тяжелая, но не совсем простая. Как видно из названия, забег стартовал поздним вечером. Оригинальный ход организаторов себя оправдал. Для участников был исключен фактор сильной жары и предложена комфортная трасса. Спортсмены пробежали, пообщались с единомышленниками и лишний раз проверили свои возможности. Среди мужчин лучшее время показал Валерий Михайлов, пробежав контрольную десятку, второе название забега, чуть больше, чем за 45 минут. И это несмотря на 60-летний возраст. У женщин самой быстрой стала Алина Тен. Следующий массовый забег состоится в Зауральной роще в конце июля. Анатолий Юденич, Антон Полянский. Новости дня. Это пока все новости дня о развитии событий в наших следующих выпусках. Еще больше информации на нашем сайте media56.ru, а также в официальных группах ОРТ в социальных сетях. Далее вас ждет прогноз на ближайшие сутки в рубрике «О погоде и не только». До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова